В списке аварийных регионов в Крае выросло число ДТП с погибшими и ранеными. До 30 человек в день медики БИСКа фиксируют всплеск ОРВИ. Покорили Сочи. Алтайский театр танца стал обладателем двух гран-при международных конкурсов. Число ДТП с пострадавшими в Алтайском крае превысило средний уровень по России. По данным РИА Новости, число аварий с погибшими и пострадавшими за год выросло на 9%. За примерами далеко ходить не надо. Ночь на воскресенье в Барнауле случилась авария, которую уже прозвали как ДТП с самым большим числом пострадавших. 20-летняя девушка погибла и еще 11 человек пострадали на Павловском тракте в Барнауле. По предварительным данным установлено, что 21-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Progress, выезжая с прилегающей территории на Павловском тракте, не дал проехать Hyundai Solaris. За рулем этого авто был тоже молодой мужчина, 25 лет. Столкновение машин на большой скорости привело к печальным последствиям. Смертельное ДТП произошло на выходных и в Змеиногорском районе. По предварительным данным, двое мужчин, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, совершили аварию в селе Савушка и пытались скрыться. Как итог, один находится в больнице, другой скончался на месте происшествия. В больницах Края увеличилось количество пациентов, которые обращаются с признаками ОРВИ. Так, например, в поликлинике Бийска ежедневно поступает около 30 человек с жалобами на температуру, насморк и кашель. Это в три раза больше, чем обычно. Еще в начале месяца Роспотребнадзор фиксировал рост заболеваемости. За первую неделю августа в регионе выявлено более 8 тысяч пациентов с ОРВИ. Сезонный подъем вирусов ожидают в конце августа-начале сентября, что всегда связано с выходом на работу в детские сады и школы. Тем временем в Крае уже началась вакцинация от гриппа. В регионе планируют привить порядка 60% населения. Специалисты рекомендуют успеть пройти вакцинацию до ноября. В Министерстве соцзащиты региона объяснили, почему большому количеству семей отказывают в едином пособии для беременных женщин и семей с детьми. Сегодня в ведомстве напомнили, кто имеет право на выплату, а также обсудили новшества, которые могут повлиять на отказ в пособии. Подробнее расскажем в нашем сюжете. Порядка 60% заявлений на единое пособие для беременных женщин и семей с детьми обречены на отказ. Основная причина – превышение доходов. А вторая – неверно заполненное заявление вплоть до имени ребенка. Сегодня при подаче документов учитывается несколько факторов. Уровень дохода рассчитывается от минимального прожиточного минимума в Крае. Это 13 753 рубля. Это основной критерий, но помимо этого учитываются вклады в банках, движимое и недвижимое имущество. Если две и более квартиры, 24 квадратных метра не должно превышать размер этих квартир. Для многодетных семей есть льготные, то есть у них три и более квартиры. Также для многодетных семей мы учитываем то жилье, которое выдано в рамках государственной поддержки. Их оно не учитывается при определении нуждаемости. Если говорить о движимом имуществе, это две и более машины для общего порядка. Для многодетных – три. И также для семей, у которых ребенок-инвалид, тоже также три. Большую роль играют новшества. Так, при назначении единого пособия самозанятым родителям смотрят на доход. Он должен составлять не менее двух мрот за 12 месяцев. Также изменения коснулись семей, которые находятся в разводе. У нас учитывались доходы от элементов в сумме, которую указал заявитель. В настоящее время для данной категории, которая в статусе «в разводе», доходы от элементов учитываются, соответственно, указанные в заявлении. Но если они не утверждены судебным решением, то есть если они не взыскиваются по судебному решению и данный исполнительный документ не направлен в службу судебных приставов, соответственно, этот доход не может быть менее прожиточного минимума по стране – 19 242 рубля. Интересно, что даже такие мироподдержки, как единое пособие, пока никак не отразились на рождаемости и уж тем более на появление новых многодетных семей. У нас серьезный, ну такой существенный, наверное, всплеск по рождению третьих и последующих детей случился, когда ввели материнский семейный капитал с 2011 года. Он был введен и на федеральном уровне, и регионы подключились. Вот тогда, на протяжении, наверное, до пяти лет, да, количество многодетных семей у нас прям серьезно в край увеличилось. И сейчас оно стабильно. Вот 35 тысяч примерно у нас многодетных семей, в которых 118 тысяч детей. Кстати, в основном жители края подают заявления в электронном виде. Как и прежде, самый популярный способ подачи документов – госуслуги. Все подробности можно узнать по телефону Министерства соцзащиты края. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком. Оклады алтайских учителей должны вырасти на 10% с начала учебного года. О повышении сообщило правительство Алтайского края. Решение приняли в рамках исполнения поручений президента. Кроме того, с октября текущего года зарплату педагогов проиндексируют на 4,5%. По словам губернатора, в крае регулярно обновляют меры поддержки учителей, в том числе молодых специалистов, которые идут работать в сельские школы. Почти 40 тонн гуманитарного груза отправятся сегодня и завтра в Курскую область. Помощь собирали на базе Краевого дворца молодежи, движения «Мы вместе», а также волонтерские организации. Ну а самый масштабный за последнее время груз из Барнаула провожали 17 августа. Четыре фуры, а это 70 тонн необходимых продуктов, предметов личной гигиены, постельного белья, уже на пути в нуждающийся регион. Помощь в формировании груза оказали барнаульские предприниматели и организации. Подробнее в сюжете. «Состоит из продуктов питания, это крупы, это манка, это гречка, это макароны, большой объем средств гигиены, это ренессанс-косметик, мыло, шампунь и так далее. Для взрослых и для детей. А еще постельное белье, памперсы, а также все, что требуется школьникам при подготовке к учебному году, учебники, ранцы. Формировали гуманитарный груз с учетом запросов, которые поступили от жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома. В Барнауле на эти запросы откликнулись сотни человек и десятки самых разных организаций и компаний. Мы отправляли бытовую химию, это товары первой необходимости, шампунь, мыло, зубная паста. И это наш долг, по-другому нельзя. Мы передали спальники нашего производства, мы их производим давно и, в принципе, не первый раз уже передаем. Когда узнали о том, что идет сбор груза, сошли своим долгом поучаствовать в этом, потому что мы здесь, в тылу находимся, там тяжелая ситуация и мы должны помогать. Когда это от города и под присутствием камеры и сопровождением всех этих, как сказать, организаций, ну вот это уже уверенность, как сказать, вносит, что это все дойдет до, помощь до тех, кому это нужна. Сегодня это нас не касается, надеюсь, что завтра не коснется, но тем не менее, надо, чтобы это не коснулось, надо помогать. Активно участвовали в формировании груза для жителей Курской области, а это четыре фуры с продуктами и вещами. Также общественные организации и депутаты городской думы. Это трагедия всей России и мы понимаем, как нужна сейчас помощь, поддержка. Люди идут, люди приносят все необходимое. Важно сейчас сплотиться, быть одной командой, что, собственно, происходит. Все регионы России сейчас отправляют гуманитарную помощь. Барнаул тоже активно включился в эту работу. Совет женщин при главе Барнаула помог в комплектовании учебной канцелярии. 25 рюкзаков для начальной школы, 25 для старшей. Все это тоже в составе гуманитарного груза. Это, конечно, отправка от всех жителей города. И это далеко не последняя отправка. Поэтому я бы хотел сказать спасибо всем барнаулцам. Это первая партия, которая сегодня пошла. Ей мы несколько дней взяли на то, чтобы ее такую сделать компактной. Он четыре больших грузовых автомобиля. Сбор и средств, и разных предметов, помощи, он продолжается. Напомним, что с начала спецоперации администрации Барнаула, городской думой, партии «Единая Россия» совместно со строительными и предпринимателями города для военнослужащих и населения Донецкой и Луганской народных республик организовано 15 отправок гуманитарного груза общей массой 250 тонн. Бесплатный мастер-класс по гончарному делу для семей и участников СВО прошел в Барнауле. Его организовал благотворительный общественный фонд «За своих» совместно с Барнаульской творческой арт-мастерской. Как превратить бесформенный кусок глины в изящное изделие, смотрите в нашем сюжете. Давай теперь правая ручка. Там остается, левая мы начинаем сверху давить. Эти юные гончары – дети участников СВО. Здесь им показывают работу в деталях, если нужно, помогают. У Олеси трое детей. Когда изделия из глины подсохнут, ребятишки отправят их папе. Ребятишки у нас каждый месяц собирают не только папе, но и вообще по всему фронту. У них уже появились свои знакомые в разных полках. Они собирают туда гуманитарку, отправляют ребятам, пишут письма, получают обратную связь. И как бы у нас уже друзья появились. Дети, да и сами мамы, не скрывают. В сегодняшних реалиях время, проведенное вместе, бесценно. Такие занятия как раз помогают сплотить семьи, уверены в фонде. Отсутствуют какие-то связи между родителями и малышами. И по факту они предоставлены сами себе. А тем более, когда у нас папы находятся на СВО, деткам катастрофически не хватает внимания со стороны родителей. Десятки ребятишек пришли попробовать себя в роли настоящих гончаров. Кстати, многие уже после первого занятия освоили базовые навыки ремесла. Мы очень, скажем так, способствуем, мы хотим именно проявлению творчества, чтобы что-то было именно совместно, семейное. И потом, когда они смотрели на это, у них были какие-то теплые чувства, эмоции о том, что вот мы это сделали сами, мы это сделали своей семьей. Следующий мастер-класс для детей, чьи папы сейчас находятся на спецоперации, пройдет 28 августа. В артмастерской на Папанинцев 119. Вход свободный. Мария Костолева, день с толком. С каждым годом на Алтае проводится все больше фестивалей для туристов. Это позволяет привлечь финансы в регион, создает положительные образы мастерам и популярность артистам. В республике Алтай прошел фестивальный тур СИП. Его гостями стали более 5000 человек со всей России. Кроме того, фестиваль стал площадкой для обсуждения развития туристической отрасли. В глубине Алтайских гор у берега Катуни на поляне в окружении вековых сосен. Этническими мотивами прозвучал фестивальный тур СИП. Фестиваль приобщает гостей к традициям народов Алтая. Погружает в многогранную культуру региона. На поляне, кроме сцены, десятки палаток, активности на разный вкус. Можно с азартом пошуметь большой компанией, а за победу еще и приз получить. Или для любителей творческого досуга мастер-классы. Горный Алтай для туристов – место силы. С каждым годом здесь проводится все больше различных фестивалей. Что с одной стороны создает рекламу народным мастерам и артистам, с другой позволяет привлечь дополнительные финансы в регион. Прямо здесь прошла встреча руководителей филиала РЖД, министра по туризму Эрчим Сабашева и заместителя председателя правительства республики Алтай Александра Прокопьева. На месте обсудили вопросы транспортной доступности республики и развития детского туризма. Одним из флагманов которого может стать фестиваль ТурСИП. Это праздник, который объединяет тысячи гостей и жителей республики Алтай, познакомив каждого с уникальным культурным достоянием нашей родной земли. Отмечу, что в этом году фестиваль ТурСИП посвящен году семьи. Объявленным президентом Российской Федерации правительством проводится комплексная поддержка семей на заготворительном уровне, а также реализуются мероприятия, направленные на сохранение традиционных ценностей. Так и сегодня фестиваль стал символом культурного самобытности республики Алтай и поддержки семей, их многовековых традиций. Уверен, что каждый, кто побывал на фестивале ТурСИП, получил незабываемые эмоции и впечатления. Больше 70 ремесленников погружают в древние традиции Алтая. Айдана Тадыкина учит из войлока создавать картины и традиционные символы. У нас на Алтае самые древние войлоки были найдены в Пазарыхских курганах. Ковры, сидельные украшения, сидельные покрышки, одежда, много очень изделий, поэтому как бы на Алтае считаются самые древние войлоки. В этом году ТурСИП проходит уже в третий раз и уже успел найти поклонников. Приезжают даже из соседних регионов и всей семьей. Ну вообще мы уже второй год сюда приезжаем. Мы были в прошлом году, нам очень понравилось. Решили в этом году, увидели и подобрали число, и чтобы обязательно сюда попасть. Меркуловы рассказали, что стали любителями этномузыки и особенно ждут выступления Добрыни Сатина, популярной на родине певец. Этномузыка становится в наше время очень сама по себе популярна не только на Алтае, а в принципе в мире. Большой интерес вызывает по всей России. Алтайская культура, несомненно, занимает очень важное место в этническом направлении. Это горловое пение, национальная культура, то есть национальные инструменты. На сцене выступили десятки исполнителей. Начинающая группа «Я, река» погрузила слушателей в микс из инструментов. Это шаманский бубен. Один из самых древних инструментов мира. Ударный. А это у нас кахон. Он заменяет нам барабаны. Вот такой вариант акустический барабан. А это обычная электрогитара, которую мы сумели вписать в нашу этногруппу. Концерт продолжался несколько часов. Периодические границы между сценой и зрителями стирались. Русский хоровод, медитативные звуки шаманского бубна, невероятные голоса алтайских кайчи. Все это августовский вайб фестивального Турсиба-2024. Евгения Ежутова, Владислав Ковалев. День с толком. Разбитая тарелка – символ счастья не только в быту, но и в спорте, если речь идет о стендовой стрельбе. Девятый этап России по этой дисциплине прошел в одном из специализированных клубов в Павловском районе. На соревнования приехало более сотни человек со всей страны. Какой результат показали участники из Алтайского края? И почему спортсмены из соседних регионов предпочитают тренироваться именно у нас? Об этом расскажет Данил Кузнецов. К выстрелам в Павловском районе все привыкли, потому что здесь есть клуб «Магнум». Уже много лет он принимает Кубок России по стендовой стрельбе для мужчин и женщин. Основная дисциплина – спортинг-компакт. Это самый креативный подвид, в котором тарелки могут не только улететь от спортсменов, но и сбежать. Все полеты у нас имитируют полет охотничьей дичи, либо бег охотничьего зверя. То есть у нас есть мишень-завец, есть мишень, летающая по небу, высоко в небе, есть свечка, как фазан взлетает, есть стелица, как куропатка. Траектории очень разнообразные. В общей сложности за два дня соревнований участники должны разбить по 200 тарелок. Лучшие спортсмены выбивают примерно 190. Однако не на каждую мишень уходит по одному патрону. У нас существует одиночная мишень, на которую дается два патрона. То есть можешь делать два выстрела по одиночной мишени. И есть дуплет. В дуплете каждая мишень, влетающая по очереди, должна быть бита своим патроном, своим выстрелом. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Несколько из восьми площадок имеют свои особенности, ради которых часть спортсменов приезжает даже из соседних регионов, где со стрельбищами плохо или их вовсе нет. Из плюсов этого места – это все площадки нестандартные. Все площадки имеют разные фоны, ландшафты, лес, поле. Плюс ты стреляешь первая-вторая площадка с высоты вниз. То есть вот в этом есть плюс этого и нестандартность этого стенда. Каждый участник со своим оружием. Разрешено использовать полуавтоматические экземпляры. Однако в топе все же двуствольные ружья. Гладкоствольное оружие 12-го калибра в подавляющих случаях. То есть патрон применяется специально, с мелкой дробью, с небольшой навеской. На расстоянии, например, 120 метров этот выстрел из этого ружья уже практически безопасен. Цена на такой патрон в последнее время кусается. Это тоже повлияло на количество участников. Их собралось меньше, чем обычно – 131 человек со всей России. По мнению спортсменов, точнейшие стрелки прибыли из Якутии, которые славятся своими охотниками. Поэтому неудивительно, что республика Саха в мужском командном зачете стала первой. Второе место досталось Омской области. Бронзу завоевала сборная Алтайского края. В личных соревнованиях абсолютным чемпионом стал Олег Гончаров из Новосибирска. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Барнаульский театр танца Иванда Марья привез из Сочи два гран-при международных конкурсов, проходивших в Сочи. Самая многочисленная команда свыше 200 участников разного возраста оказалась, к тому же, одной из самых успешных. О том, как встречали победители и какой ценой им дались выступления на престижных хореографических фестивалях, расскажет Данил Кузнецов. Радостными возгласами приветствуют родители своих детей из барнаульского коллектива народного танца Иванда Марья. Дети вернулись из Сочи, где проходили два международных конкурса у самого Черного моря и Данс Академия. Труппа завоевала два гран-при и 13 дипломов первой степени. Жюри были поражены их уровнем исполнения. Они к нам приходили, поблагодарили, что мы приехали на конкурс, сказали, что мы молодцы и ждут нас снова. Два года назад коллектив уже привозил призы подобного уровня, но с другого фестиваля. Как утверждает художественный руководитель, эта поездка удалась даже больше предыдущей. Во-первых, мы попали в более благоприятный, наверное, бархатный сезон, как его называют, август месяц. Больше нас уже стало человек, то есть добавились родители, добавились дети, малыши. И я думаю, что еще через два года мы повезем еще младше группы. Делегация из Барнаула стала самой многочисленной на конкурсе – 220 человек. Даже возвращались частями. Одни на самолете, другие на поезде. Мы на остановках, на станциях. Каждый вечер, когда по 30 минут, по 40 минут были, мы прям организованно все репетировали, чтобы не забыть про конкурсную программу. А программа насыщенная. В общей сложности 10 номеров. Два из них новые. Их готовили около года. Первый – патриотический, про Русь. Второй – зажигательный, с закалиной малиной. Детям он настолько нравится, что они станцевали его на перроне. Конкурсы конкурсами, а отдых по расписанию. Почти за две недели на берегу Черного моря дети успели не только потанцевать, но и расслабиться перед новым учебным годом. Мы ходили в Сочи парк на всякие аттракционы и, получается, катались на яхте. На яхте? Да, мы снимали яхту и катались. Еще плавали в море. С началом учебного года дети будут разучивать новые номера. А уже на осенних каникулах театр танца Иван да Мария отправится в Казань на финал конкурса у самого Черного моря, где будут участвовать обладатели гран-при и лауреаты первой степени. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. И в завершении выпуска из Барнаула стало возможным улететь в Беларусь. Так, разные предложения можно встретить на некоторых агрегаторах для поиска и покупки авиабилетов. Правда, билеты на рейсы до Минска можно приобрести только с пересадкой. Например, 3 сентября из Барнаульского аэропорта можно попасть в Минск с трехчасовой пересадкой в Москве. В эти выходные аналогичные рейсы в столицу Беларуси тоже есть, однако пересадка займет больше времени – порядка 7 часов. Напомним, ранее о запуске прямых рейсов из Беларуси в Барнаул говорили в июле. На сегодняшний день перелеты все еще остаются с пересадками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова